Давние подписчики канала, наверное, офигеют, но мне в мае этого года уже будет 28 лет. Странно, наверное, это осознавать, когда многие на канал пришли ещё в те времена, когда мне было лет 16-18. Майнкрафт, КС-ка, как там было? Давайте наберём 2 лайка, если сможем, посмотрим, сколько нас. Но к чему я это? Чем старше я становлюсь, тем больше мне начинают нравиться игры достаточно нетипичного характера. Если раньше у меня в неделю были постоянные посиделки в шутерах, мобах и РПГшках, то сейчас я могу отдать больше тысячи часов футбол-менеджеру, различным визуальным новеллам. И в прошлом году, кстати, я для себя открыл Heart of Iron 4. Сразу скажу, что в СНГ комьюнити игроков Хойку не самое большое, но вот со зрителями этого контента абсолютно другая ситуация. Люди, даже не понимая в этой стратегии, с удовольствием смотрят видосы и стримы по ней. Особенно, если это кооператив. Просто потому, что там зачастую люди общаются между собой, а когда они общаются в Хойке, это выглядит примерно вот так. Гатурас будет единым! Гатурас! Я пускай единым! Я сам первым снесу, блядь, час! Пошёл, нехуй! Так, чё мы за чист? Всё, я беру Мексика, мой ебун, Макс, мой урон! По сути, подобными историческими стратегиями много кто пытался заняться за век игровой индустрии. Но пальму первенства держат на данный момент парадокс интерактив. Хойка, Крусейдер Кингс, Европа Универсалис, Виктория и, на удивление, Магика. А что она здесь делает? Ладно, Хойка 4 вышла в 2016 году, в неё я сейчас играю, а её самая первая версия аж в 2002. Почему же людям она до сих пор не наскучила? Ведь, казалось бы, самая обычная стратегия про войну. Ну, по нескольким причинам, одна из которых сумасшедшая реиграбельность. Вот только порог входа высоковат. Как и любая другая стратегия, Хойка требует от вас думать головой, обучаться и следовать правилам мира. Так вот, при этом всём, разработчики просто берут игрока и выбрасывают в мир войны. А дальше разбирайся как хочешь. Нет, в игре есть обучение, но оно, говоря, поможет вам ознакомиться со сновыми основ. По типу интерфейса. А чтобы нормально играть и получить какое-никакое на удовольствие, вот что надо знать. Снабжение, фокусы отдельных стран, бафы и дебафы на местности, генералы и фельдмаршалы, их прокачка, упор в оборону или атаку, но при этом всём надо учитывать те самые фокусы стран, которые могут нам помочь в этом оборонной территории от высадок, высадки и выставления плана атаки, ручная атака и создание котлов с вражескими дивизиями, создание шаблона для пехоты, танков, мото-войств, кавалерии, создание самих танков, самолётов, учитывая каждый период времени и вашей прокачки, улучшение отношений со странами, лед-лиз, референдумы и создание абсолютно новых стран с неисторической идеологией, гражданская война, фабрики, инфраструктура, стабильность, поддержка войны, торговля ресурсами, эмбарго, претензии для объявления войны, удержание населения от восстания после захвата территории, перевод их в национальный статус, производство оружия, военные заводы, запрос поддержки гарнизонов, альянсы, вклад в войну, мировая конференция, фулт, превосходство в море и воздухе, агентство шпионов, ядерка! И чтобы вы понимали, я уверен на 100% что что-то дозабыл, поэтому в комментариях можете продолжить мой рэп-сингл. Сложно, согласен, но если посмотреть на весь список с другой стороны, то появляется неожиданное осознание того, что настолько большое разнообразие игровых деталей подарит неповторимый игровой опыт, причем во всех смыслах, от хорошего до плохого. Но давайте по порядку, начнем с сюжета. Да, он тут есть, хотя по сути этот сюжет наша история. Мы можем начать игру с 36-го года или 39-го, с начала Второй мировой войны. Понятное дело, что второй вариант именно для людей, которые хотят сходу получить экшона, а вот первый позволит нам пойти абсолютно по другому сценарию. Коммунистические Нидерланды? Пожалуйста, фашистская Британия, если душе угодно. Объединение Гондураса и создание Центральной Американской империи тут для эстетов. Начать гражданскую войну в великом государстве, дабы получить независимость и принести своему народу демократию? Или еще что-то? Тоже можно. Причем у каждой страны это работает по-разному. И да, вы можете выбрать любое государство для игры. Кстати, правители тоже исторические. Поэтому да, если вы возьмете Третий Рейх, можно смело говорить, что играйте за Гитлера. Если СССР, за Сталина и так далее. Каждый из них имеет свои бафы и дебафы. Естественно, если поменяется строй в стране, то вероятнее всего изменится и правитель. Тогда появятся абсолютно новые личности. Приятно, что не рандомно созданные, а опять же исторические. Например, у СССР это Троцкий, Иван Смирнов, Владимир Третий. И это только начало списка. Смотрите, вот еще что. Взяв страну на старте, да, вы можете ее привести к чему-то более уникальному. Только вот баты мыслят как? Вы либо ставите им исторический фокус, либо выключаете его. В первом случае можете что угодно вытворять со своей страной. Окружение это поменяет только в том случае, если вы сами влияете на соседние государства. А вот во втором в мире может происходить абсолютная неразбериха и без вашего участия. Республика Крым, коммунистические штаты Америки и каждый раз что-то новое. Отсюда самый лучший сценарий. Жизнь начинает играть новыми красками. Да и это еще не все. На хойку люди делают моды. На современность, на фоллаут, на пони. Даже на стримеров, кстати, где есть и я. Ну шо, правитель, государь, а я говорил, голосуйте за меня. И вот в этих модах все то же самое, что я описывал выше. Но с новыми геймплейными фишками, опять новой историей и даже новым интерфейсом. Поэтому я и говорю, что реиграбельность зашкаливает. Кстати, прикол в том, что если вы захотите без модов поиграть в классическую версию хойки, то вам понадобятся DLC-шки. Да, иначе вы не получите весь возможный охеренный экспириенс от Heart of Iron 4. Оказывается, знаете в чем? Эти DLC стоят денег и немалых. Не Sims, конечно, но платить за каждую по карману ударят. Тут есть два выхода. Первый, подписка. Она относительно дешевая, и за нее вы получаете все DLC. А еще есть вариант спиратить. И да, это будет работать. Платить не обязательно. Хотя, вроде как, это работало годик назад, сейчас может и изменили. Если что, поправьте меня в комментариях. Так вот, мы в игре выбрали страну. Теперь надо зайти в ветку с фокусами и выбрать направление, в котором мы хотим двигаться. В основном, эти ветки фокусов делятся на политику, промышленность и вооружение, соответственно. Последние два влияют на нашу экономику и армию. Скорость строительства, дебафы и бафы на национальной территории, если говорить про оборону или атаку. Все в этом духе. Но политика, это как раз и есть наш игровой сюжет. Притом, он может быть разный, в зависимости от направления, которое вы выберете. Постоянно будут появляться новости насчет того, что происходит в мире, в виде вот таких газет. Естественно, если вы играете по историческому фокусу, то все как в жизни. Но если без истории, то события становятся рандомными. Следовательно, и последствия изменятся. Эффект бабочки, блин. Например, катастрофа Дирижабля Гиденбург. Если этого события не случится, то Эра Дирижабля не закончится. Ну, по крайней мере, не сразу. Потому что если мы шли в монархию, то спустя некоторое время случится пожар на Гиденбурге в Лондоне. И там погибнет Вильгельм Третий. После чего мы получим Кайзерину у власти. Извиняюсь, не знаю, какое там ударение. И если мы будем хорошо играть за нее, то сможем даже воссоздать Римскую империю. А? Как вам поворот судьбы? Так что новости здесь не просто инфа, которую можно спокойно пропускать. Иногда по ней ты можешь понять, а что ждет мир в будущем. Да и вообще, чего скрывать, за подобным интересно наблюдать. В плане же игры, а именно военных действий, тут все немного сложнее. Новичкам, наверное, легче будет начать с маленьких стран, где под управлением будет всего десяток дивизий. Или того меньше. Только вот экшена маловато. Пизда этого. Пизда. Коста. Я был супермал, но сейчас я все сделал. То есть меня сейчас сопротивляется очень быстро. Но хотя бы не запутайтесь. Проблема в том, что тут нельзя просто отправить солдата херачить и верить в то, что он побьет все и вся. Игра на самом деле про цифры. И вы должны эти цифры в столкновениях сделать максимально выигрышными для вас. А учитывается много. Ширина фронта, снабжение, авиация, бункер, ПВО и так далее. И с этим придется разбираться. Разве что в маленьких странах иная ситуация. Там это или не нужно, или вы физически не сможете построить нормальный самолет, танк. Поэтому придется делать упор только на винтовки и артиллерию. И сейчас, наверное, многие игроки Хойки улыбнулись. Ведь даже в таком случае придется запариться и следить за некоторыми вещами. Допустим, за логистикой вооружения. Без него ваши солдаты просто будут стоять или убиваться. Атакуя замечательными камешками из-под ног. Ну и еще самая непонятная штука для новичков. Это настройка шаблонов. Шаблоны дивизии в Хойке это еще та тема. Когда я только пришел в игру, я, честно говоря, предполагал, что, может быть, имеется имба-строта, имба-шаблон, который собираешь и хератишь всех направо и налево. Но нифига подобного. Да, есть метовые, есть под определенную ситуацию. Короче, нужно подстраиваться. И что самое херовое, что даже вот эти метовые, которые, казалось бы, можно использовать в среднем почти везде, они не подойдут некоторым странам. Просто из-за того, что они слишком маленькие, у них не хватает то людских ресурсов, то вооружения. По крайней мере, на определенной стадии игры. Вот так вот. Чем ты больше играешь в Хойку, тем чаще понимаешь, что стиль игры это, конечно, хорошо, но импровизировать тоже надо. Исключение составляет разве что глухая оборона. Где тебе нужно, разве что переводить войска по ячейкам, дабы враг не забрал ее. Проще говоря, ротация войск. Согласен, это скучно. Поэтому большинство людей берут третий рейх, включают песню про пиво и проезжают катком по всей Европе. А если не хотите зависнуть в СССР или просто-напросто не уверены в своих силах, то можете сделать с ней альянс и посадить на одно место всех демократов. Парадоксально, но Германия, на мой взгляд, самая легкая страна, но не для прям новичка-новичка. Нужно как минимум понимать, как работают границы и обороны территорий. Иначе Великобритания достанет вас с высадками. О, а это ядерка, друзья. В отличие от жизни, она в игре полная херня. То есть до нее качаться действительно долго. Есть ивенты, которые могут завершить войну, лишь ударив ей. Ядерные гонки, но при этом всем на деле это слабенькая ракетка. Которая не то, что не разносит все вокруг, а делает Бобо инфраструктуре. А если перед вами на одной ячейке стоит огромное количество солдат, то можете долбануть по ним раз пять с ядерки. Может быть, отойдут. Реалистично, жесть. Фанаты игры даже создали моды, которые хоть немного увеличивают урон от ядерок. И смягчают условия для ее запуска. Да-да, они есть. Хочешь долбануть по Гондурасу, ну сначала заимей преимущество в воздухе. Потом посмотри, есть ли у тебя в наличии бомбардировщик. Так, он достает до этой ячейки? Ну, в принципе, давай. Вроде бы все, херач. Самое ироничное, что на некоторых странах добиться преимущества в небе тяжеловато. Особенно, если нет самолетов. А ядерку качать действительно тяжело. И вместо ее, ну, можно сделать упор в танки или же те же самые самолеты. Отчего парафита будет намного больше. Короче, ядерка не впечатлила. Подытожим. Хойка это отличное времяубивалка. Особенно для любителей стратегии. А вот те, которые не шибко шарят, ну, хотите поиграть в этот мир войны, то удачи вам разобраться. Потребуется потратить немало времени. Вопрос, надо ли оно вам, я вот на самом деле разобрался и мне кайфово. Поэтому, чтобы было легче, советую начинать играть с друзьями. Да и в целом, если есть компания, то Хойку надо играть только с ней. Просто потому, что веселее. Как против, так и за одну фракцию. Например, если будете против, то начнутся срачи а-ля... Да я тебя трахтаю, да я сейчас тебя сам трахтаю, ты говно. А если за одну команду? Ну, сами понимаете. Ноль помощи. Ты где? Почему ты не помогаешь? Ну, двинь свою дивизию. О-о-о. Кстати, да, если хотите проверить свою дружбу, советую Хойку. Намного лучше всяких дот и кс-ов. Угу. Играйте в хорошие игры. А я поиграю в плохие. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok